Здравствуйте! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. И сегодня у нас в гостях руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Сергей Тен. И мы поговорим о добровольческой деятельности на территории округа. Сергей, здравствуйте! Расскажите о движении «Волонтеры Подмосковья» на территории муниципалитета, о вашей деятельности, чем занимаются ваши коллеги? Данный проект, данное движение изначально был проект губератора Московской области. И он стартовал в 2020 году во время пандемии. И на протяжении уже, получается, трех лет это движение развивается, растет и укрепляется своим активом. Главный актив — это люди, которые являются не просто коллегами, но и единомышленниками, которые готовы всегда помочь. И всегда собственным примером показывают, что это действительно нужно и действительно необходимо. Так, на территории Ленинского городского округа данное движение активно осуществляет свою работу, свою деятельность уже долгие-долгие годы. На самом деле, если быть честным. По одной простой причине, что волонтерская деятельность навсегда у нас была. Но теперь мы занимаемся данной деятельностью в рамках проекта «Волонтеры Подмосковья». В свете последних событий мы делаем большой упор на помощь тем, кому сейчас действительно необходима она. Сейчас, на сегодняшний день, я имею в виду с момента пандемии и на перспективу дальнейшего будущего. То есть мы не забываем тех, кому действительно была жизненно необходима помощь, бабушки, дедушки и незащищенные, конечно же, самые главные наши власты населения, наши земляки. А сейчас мы ставим упор на то, не забывая и наших, так скажем, подопечных, да, мы ставим упор на помощь женам, семьям мобилизованных и самим мобилизованным. То есть это в основном сейчас занимает большую часть вашей деятельности? Совершенно верно, потому что это главный вопрос сейчас. Но в любом случае, хочу повториться, что мы стараемся не забывать тех, кого, так скажем, приручили, взяли под свою опеку несколько лет назад. То есть действительно есть случаи, что уже на протяжении двух-трех лет волонтеры продолжают оказывать адресную помощь. Сергей, расскажите, а почему вы решили стать волонтером? Вы знаете, тут, наверное, нужно дать должное моим родителям, которые, так скажем, посеяли это зерно во мне, что нужно помогать людям в любом случае. Если будут людям друг другу все помогать, то наш мир, конечно, станет еще лучше. Вы упомянули пандемию, то есть все началось, это движение было основано именно вот три года назад, в период пандемии. Движение «Волонтеры Подмосковья» вы имеете в виду? Да, и вы возглавили это движение. Совершенно верно. Я начал этим всем заниматься в другом муниципалитете, когда была пандемия. Но по долгу, так скажем, сложившихся обстоятельств, да, по воле судьбы оказался на территории Ленинского городского округа. И активно стараюсь заниматься реализацией данного вопроса. Мы с нашими коллегами встречаемся с молодежным активом. Мы посещаем учебные заведения, как общеобразовательные, так и среднее и высшее учебное заведение. И, так скажем, набираем людей к себе в команду, да, но набираем не чтобы быть, да, чтобы было просто много людей, а именно мы за качество, а не за количество. Потому что собственным примером в первую очередь показываем и рассказываем, многие люди не знают, что такое волонтерство до конца. То есть, когда ты проводишь, допустим, открытый урок для учащихся средних классов или десятых-одиннадцатых классов в школе, то ребята понимают, что это действительно даже больше им нужно, чем тем, кому нужна помощь. А увеличилось ли количество человек в вашей команде, да, то есть с момента пандемии и вот на протяжении этого времени, то есть сейчас уже больше хотят быть добровольцами? Да, больше. И с каждым посещением школы, с каждой новой встречей с молодежью, с молодежным активом, ребят все больше и больше становятся в наших рядах. По одной простой причине, что они для себя могут тоже много плюсов, так скажем, получить. Да, это и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, да, за определенное количество волонтерских часов. Это и даже какой-то своего рода статус среди подростков, среди молодежи, потому что, ну, сейчас это действительно круто, когда, выражаясь, если на языком молодежи, действительно круто быть волонтером, это модно и престижно. А, Сергей, а добровольческое движение «Видный волонтер» — это что-то отдельное, может быть, это для молодежи или это просто вот на базе движения «Волонтеры Подмосковья» создано? В рамках данного проекта «Волонтеры Подмосковья», который осуществляет свою деятельность во всех муниципалитетах Московской области, хотелось как-то по-хорошему, по-доброму выделиться. И с коллегами было принято решение, что давайте вот так назовем, давайте назовем «Видный волонтер» и ложится на слух приятно и запоминается. Но хочу повториться, что волонтерская деятельность всегда была, всегда была, и до ковида, задолго до, потому что общаясь со старожилами местными, да, то есть еще в советские годы, в советское время была такая деятельность, просто такого названия не было. Но всегда было понимание у людей, что нужно помогать. А сколько сейчас человек? Свыше 150 человек, это если мы берем непосредственно молодежь, это учащиеся вузов, колледжи и общеобразовательных учебных заведений. То есть школьники тоже участвуют? Совершенно верно. Школьники тоже участвуют. И относительно недавно стартовало относительно новое движение, российское движение детей и молодежи, движение первых. Так, в этом движении ребята могут в него, во-первых, входить с 7 лет, если не ошибаюсь, да, и то есть это еще более обширный охват получается у нас среди молодежи и подростков, и в том числе детей. Вот. И в тесном контакте мы содействуем и реализовываем различные проекты. Плюс ко всему у нас и актив пересекается, то есть и актив волонтеров, и также является активом и российского движения детей и молодежи. Совсем недавно прошел двухдневный форум «Движение первых», да, организовали этот форум? Я предлагаю посмотреть сюжет, который на этом мероприятии побывали мои коллеги, и давайте посмотрим, и вы расскажете подробнее уже. Да, конечно. Школа «Актива» – форум для учащихся, проходящий в Ленинском городском округе впервые. Лекции, тренинги и мероприятия, посвященные подготовке к активной общественной жизни – ключ к успешному развитию молодежи. Форум будет проходить сегодня и завтра, два дня. Он является образовательным. Приглашены максимально компетентные спикеры, которые будут делиться своим опытом и отвечать также на вопросы, которые будут возникать у ребят. На нем будут представлены несколько направлений. Это организаторская деятельность, как правильно организовать мероприятие, чтобы ничего не упустить, и чтобы оно получилось качественным. Лидерство и эффективное общение, направленное на то, как поставить себя в коллективе. Развитие подрастающего поколения – одна из приоритетных задач властей. В организации проведения мероприятия поддержку оказала администрация Ленинского городского округа. Сегодня нам в организации мероприятия помогает молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа, молодая гвардия «Единой России» Ленинского городского округа и торгово-промышленная палата. С начала года в организацию движения первых вступило более 500 молодых людей, и это вполне естественно. Каждый хочет реализоваться и найти себе дело жизни. Было большое желание помочь, как-то быть небезучастной в жизни нашего Ленинского округа, в жизни наших школ, в жизни других людей. То есть желание помочь как-то и быть активным, потому что желание есть, как-то привлечь своих друзей. В общем, мне очень нравится. Я хочу все посещать. Я не смотрю там прямо, что происходит. Пока вот если говорят, что есть какое-то мероприятие, значит, я там буду. Делать максимум, который я могу, и развиваться самому, помогать развивать организацию. Каждый, кто хочет стать частью движения первых, может сделать это за пару кликов на сайте. Там же можно записаться на различные мероприятия, организованные объединением. В это движение, чтобы попасть, нужно зарегистрироваться на сайте «Будь в движении РФ» и принимать участие в проектах движения. Через сайт регистрируюсь на каждую активность. В завершении встречи ребята поделились впечатлениями о своем участии, отметив, что подобные мероприятия надо проводить чаще ради сплочения школьных коллективов и для обмена опытом. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сергей, то есть движение первых сейчас на базе всех образовательных учреждений нашего муниципалитета? Или не все еще школы присоединились? То есть как вот эта система работает? Российское движение детей и молодежи, движение первых, оно не просто на базе всех учебных заведений, оно объединяет все движения на территории не только нашего округа или области, но и нашей всей необъятной страны. То есть данные движения есть и в Калининграде, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в нашем Центральном федеральном округе. И, соответственно, ребята, они распределяются по группам, то есть по каким-то направлениям, а основных направлений у РДМ 12 единиц. И в том числе и волонтерству. И на самом деле это очень хорошая практика, потому что объединяя, ты укрепляешься. И, соответственно, данное движение, объединяясь, оно становится крепче с каждым разом, с каждым мероприятием. То есть в каждой школе есть такое объединение, куда могут ребята вступить? Или это обязательно регистрироваться надо? Регистрироваться нужно. Да, чтобы ты был зачислен. Да, совершенно верно. Регистрироваться нужно и обязательно. И на базе каждого учебного заведения есть первичное отделение. На базе того же самого Дома культуры или МБУ по работе с молодежной энергией, которая у нас занимается молодежью и подрастающим поколением. Также на базе их учреждений есть первичное отделение. То есть первичное отделение на самом деле даже мы с вами можем открыть. Но чтобы не получилась номинальная, так скажем, работа, просто открыть, это никому не нужно. Открывая первичное отделение, ты тем самым обязуешься заниматься с ребятами, выбирая те или иные или несколько направлений из тех, которые есть у этого движения. Так как движение объединяет все направления, то, соответственно, можно и ни одно, и ни два выбирать. А вы как-то следите за работой школьников? Что это им дает? Какие-то бонусы? Или как будто задачи какие-то распределены? По своему направлению могу ответить. По волонтерской деятельности, да, конечно, слежу. Потому что ребята, участвуя в том или ином мероприятии, помогая проводить его, получают, так скажем, заветные волонтерские часы. На определенном сайте, только на одном верифицированном сайте можно получить данные часы. И там же в личном кабинете можно следить за своей волонтерской книжкой. Сайт называется добро.рф. И, соответственно, там, имея госуслуги, можно беспрепятственно и в несколько кликов зарегистрироваться и официально стать волонтером. Вот. И, естественно, есть контроль, есть подведение итогов. И, конечно, я лично сам создаю мероприятие для набора часов и одобряю, подтверждаю ребят, действительно, был человек или не было. И подтверждаю часы, и человеку начисляются волонтерские часы. Не только. Волонтерская книжка интересна, на самом деле, не только подросткам и молодежи, потому что и многие, и взрослые люди тоже приходят и говорят, вот, мне бы хотелось. Задается на вопрос сразу резонный, зачем это нужно. Да, просто хочется помогать. Ну и кто-то спортивный интерес проявляет, отслеживая, сколько он часов тратит на волонтерскую деятельность. То есть кто-то в виде какого-то пари, может быть, а вот у меня вот столько часов, я вот столько отработал, а вот у меня вот столько, вот ты молодец, есть к чему стремиться. На сюжете было видно, что много ребят молодых, и было приятно видеть много знакомых лиц, потому что ребята-волонтеры, которые там буквально полгода назад пришли, они уже сделали некую норму. Потому что при поступлении в каждом ВУЗе, нужно это уточнять, требуется определенное количество волонтерских часов для того, чтобы получить заветный дополнительный балл к ЕГЭ. Да, потому что может варьироваться при поступлении в высшее учебное заведение от 160 до 200, до 300 часов. Это могут, эти цифры могут пугать, но не так страшно, потому что если разделить на количество дней, те же самые 200 часов, то в год тебе нужно не так много времени, назовем это в кавычках, отработать, чтобы получить их. А в основном вы акцент сейчас делаете на молодежи, или вот нет же возрастных ограничений, чтобы стать волонтером? Никаких вообще ограничений нет, точнее нет предела, потому что у нас одно из направлений – это серебряное волонтерство. То есть люди, вне зависимости от пола, и кому 60, кому 70, 80, на моем веку были волонтеры, которым было 91 год. Да, действительно, это правда, которые, дай ему здоровье, что они готовы, есть силы, готовы помогать другим. Но мы стараемся ребят набирать на шире, где-то примерно с 7-го, 8-го класса и старше. Сергей, давайте перейдем теперь к основной теме, то есть основной задачи в нынешнее время – это помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Расскажите, что делается, что уже сделано? Специальная военная операция очень сплотила людей и очень дала большой толчок к тому, чтобы люди объединились. Да, и мы сейчас видим, что на территории всей страны, а Ленинский городской округ не стал исключением, и на территории нашего округа, как люди абсолютно из разных культур, если можно так это назвать, и образов жизни, работ и каких-то интересов, они объединились и ведут большую работу. Так у нас собирается гуманитарная помощь. В рамках волонтеров Подмосковья мы централизованно, собирая, централизованно передаем распределительный центр, который находится в городском округе Балашиха. И там уже дальше все фасуется, и сам лично неоднократно был на этом. Это огромный склад, этот распределительный центр. Чтобы вы понимали, какой объем, там используется техника, чтобы распределять тот груз, который был собран, тот гуманитарный груз. Плюс ко всему у нас люди начали объединяться по таким направлениям, как кто-то на базе кинотеатра «Искра» плетут сети, плетут маскировочные какие-то элементы для дальнейшей потом передачи. У нас отливается, как мне известно, окопные свечи. Это очень важная история. Это очень нужная вещь, которая просто необходима. И люди поддерживают, они пишут письма. У нас школьники на постоянной основе пишут письма солдатам, и потом, получая обратную связь, что те письма, которые пишут школьники, они заставляют даже пустить скупую мужскую слезу на передовой. И тем самым стоит задуматься, значит, мы не все делаем не так, значит, мы делаем все правильно. И значит, наше поколение, оно продолжит те помыслы и те дела, которые мы сейчас реализовываем. То есть жители Ленинского городского округа, они активны в помощи бойцам? То есть, как вы рассказали, какие-то даже объединения, то есть они не участвуют в вашем движении, все равно как-то узнают и стараются помочь? Да, не все люди, которые занимаются добровольчеством, являются волонтерами в Подмосковье. И таких людей большое количество. Потому что люди собирают гуманитарную помощь в своих квартирах, в своих гаражах, в своих домах в частном секторе. И чуть ли не сами на своих машинах берут, просто грузят и отвозят. Но мы стараемся всем помочь и по мере возможности оказываем содействие по тем или иным вопросам, если есть, конечно, такая возможность. Ну, удается решить какие-то проблемы? То есть к вам обращаются, наверное, семьи участников специальной военной операции? Не побоюсь ответить искренне. Да, удается. Так сам лично. Этой весной, весной этого года мы помогали семье мобилизованного, потому что мужчина, так скажем, закрыл огород, и ему пришла повестка, и он в рамках мобилизации отправился на передовую. Вот пришла весна, и нужно было как-то его огород открыть. Я буквально цитирую супругу и маму мобилизованного. Открыть и закрыть имеется в виду, что у них есть беседка, и он прикрутил листы металлические вместо окон, чтобы, так скажем, сохранить чистоту и порядок. Вот, но обратилась, и мы приехали с ребятами из как раз института МРСИ. Открутили, убрали, помогли, отнесли, и до сих пор общаемся, и до сих пор стараемся поддерживать, помогать. Вот, поэтому, так что по мере возможности всегда помогаем, конечно, где-то забрать. На базе школ то же самое, те же самые педагоги, учителя просят забрать письма, которые ребята пишут. Но просят не просто забрать, они знают, они уверены, что мы передадим. И мы, я имею в виду не я лично, а кто вообще занимается сейчас помощью в рамках специальной военной операции. Вы как-то поддерживаете связь с вашими подопечными? То есть вот, ну, с теми же семьями? Конечно, поддерживаем, и практически у всех есть мой личный номер, и также есть контакты тех людей, с кем мы вместе занимаемся данным вопросом. И мы всегда на связи, неважно, суббота, воскресенье, вечер или утро. То есть, а какие контакты? Вот как, например, если кому-то необходима помощь? Как обращаться ли вы сами? То есть, есть какая-то база? Как вы находите тех, кому нужна эта помощь? Я понимаю. Официально у нас на территории Московской области существует сайт волонтермо.ру, где можно получить всю информацию, вплоть до контактов и моих, и отдела по работе с молодежью, управление по делам молодежи, культуры и спорта, администрации Ленинского городского округа. Также есть адреса, куда можно принести, привезти гуманитарную помощь. Ну и вся информация, собственно, там есть. Плюс ко всему у нас есть наш, так скажем, рабочий телеграм-чат, где мы общаемся с ребятами, и если когда какие-то задачи появляются, мы стараемся их выполнять совместно, и вот общаясь непосредственно в телеграме. А вообще какие виды волонтерства существуют не только в области, но и у нас? Очень много волонтерских направлений, очень много направленностей. Основные направления — это социальное волонтерство, которое как раз-таки было основным в момент пандемии. Это адресная помощь. Есть событийное волонтерство, где при проведении каких-то мероприятий, неважно какого уровня, местного, окружного, областного или на уровень федерации, волонтеры тоже нужны. Это тоже большая помощь, неоценимая помощь. А также я думаю, что практически все слышали про движение Лиза Алерт, поисковики — это тоже волонтеры. Есть медиа-волонтерство, есть серебряное волонтерство, про которое я вам ранее рассказывал. То есть очень много направленностей, и по всем стараемся оказывать содействие. Но основных, наверное, я назову от трех до пяти, которые ключевые, и которые действительно сейчас особенно актуальны. У нас в округе все они действуют. То есть все есть, кто-то контролирует. Ну, я стараюсь, и мои коллеги, и плюс ко всему нам большую поддержку оказывает местная администрация. Нас поддерживают просто граждане, обычные наши люди, наши земляки. Это неоценимая помощь. И как такового контроля я не могу сказать, что нет, но я не могу сказать, что он есть. Потому что в любом случае люди все делают одно общее дело, и практически всегда, а то и всегда, это дело благое, и дело идет в положительном ключе и русле. Сергей, а как вы видите волонтерскую деятельность в будущем? Я не просто надеюсь, а я верю, что волонтерство как за последние несколько лет показывает большую динамику, так и мы в будущем будем ее поддерживать и развивать, что нас ждет только победа и только успехи, и мы стараемся идти только вперед. Спасибо большое, Сергей. А я напомню, что у нас в гостях был руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Сергей Тен. Всего доброго, до свидания.